И Лавров призвал не бояться экспансии китайцев на Дальний Восток, ведь не надо бояться, не будем бояться льва, как вот невероятное приключение итальянцев в России. В России. И заявил он, что китайская угроза для России является мифом. Можете себе представить, это миф оказывается. Попытки раскручивать этот миф исходят от тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских отношений. Конструктивное развитие. В чем конструктивное? В чем конструктивизм? Если вы против, значит вам доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей. Охереть. Взятый Россией КНР курс на укрепление добрососедства имеет многоплановый и долгосрочный характер. Не подвержен конъюнктурным колебаниям и так далее. А ему задали вопрос, может ли случиться так, что Сибирь и Дальний Восток станут китайскими. И он там начал, видишь ли Юра, понимаете. То есть он не сказал нет. Не сказал ни на что нет. Страх, связанный с сообщениями о массовой экспансии Китай в дальневосточные регионы, преувеличены. А данные о том, что уже 12 миллионов граждан КНР произживают в Сибири, вызывают большие сомнения в достоверности. И тоже не говорит нет. Вызывают сомнения. 12 миллионов. А сколько? Ну скажи, цифру назови, Лавров. Ну не 12. Назови тогда цифру. У него вызывает сомнения. Нет и каких-либо территориальных разногласий между Москвой и Пекином. Российский и Китайский пограничный вопрос давно окончательно урегулирован. Это зафиксировано в двустороннем договоре 2001 года. Все хорошо. А тогда почему на военных картах 2005 года, которые использовались в совместных учениях, российская территория была закрашена и считалась временно оккупированной? Почему это 2005 год? Почему китайские газеты, причем самые серьезные газеты, заявляют о том, что вопрос не урегулирован и что по Урал территория российская, это китайская территория? Почему эти газеты пишут о том, что до 1955 года территории перейдут к Китаю любым путем, включая военные? Почему на официальных картах территории эти считаются незаселенными? Там прямо написано в китайском. Незаселенные территории. Так что интересный товарищ. Главный цель развития отношений с Китаем. Вот это вообще гениально. Содействие социально-экономическому развитию и процветанию наших стран и народов. Прекрасно. Превосходно. А какие плюсы для народов России? Для китайцев понятно. Для народов России хотя бы один плюс, Лавров. Повторяю. Содействие социально-экономическому развитию и процветанию наших стран и народов. Народам России. Какой плюс от этого, Лавров? О позитивной динамике двусторонний диалог Красноречиво свидетельствует углубление взаимного доверия В военно-политической сфере Рекордный рост товарооборота И бла-бла-бла-бла-бла и так далее Все знают, что сейчас выросло количество скупаемых юаней Где на 30% в каком регионе Где на 11%, где на 17% и так далее То есть китайцы прибыли в невероятном количестве Если в то время, когда Говорухин снимал свой знаменитый фильм Там, ну это 92-й какой год, погуглите Там на Дальнем Востоке проживал уже 3 миллиона китайцев И не на Дальнем Востоке, вру От Уральских гор И туда восточнее По всей территории России И 18 миллионов российских граждан То сейчас российских граждан там далеко не 18 миллионов И китайцев далеко не 3 Представляете, с 92-го года сколько времени прошло Так что Нас дурят там Не 12 миллионов китайцев, а гораздо больше В Пекине заявили, что ценят слова Лаврова О несостоятельности мифа о китайской угрозе Ну конечно А еще они заявляют, что Путин Это принципиальный, настоящий Там самостоятельный политик Вот художник наш такую карикатуру нарисовал Мне кажется, она просто отличная Посмотрите, это Путин Великий самостоятельный политик Такой Сы Цзиньпин запускает китайского змея Так оно и есть Лети, лети За облака Меня с собой зови, зови Так что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok